Началась активная подготовка к празднованию тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне, значимого юбилея, который широко начнут отмечать в мае нынешнего года. В Храме Христа Спасителя в Москве состоялась конференция «Святая Русь и Святая Гора Афон. Традиции и современность», организованная фондом святителя Василия Великого в рамках 24-х рождественских образовательных чтений. Подробности в сюжете Восточноевропейского бюро нашего телеканала. «Святая Гора Афон» еще со времен преподобного Антония Киева-Пещерского служила ориентиром для остановления русского монашества. Такие ее выходцы, как и сам святой Антоний, преподобный Нил Сорский, Паисий Величковский, русские монахи, подвязавшиеся на Святой Горе, их духовные чады и тысячи паломников связали Афон со Святой Русью мощной духовной скрепой, мостом, движение по которому никогда не прерывалось, хоть иногда и ослабевало. В последние годы интенсивность этого движения многократно возросла, отметили организаторы и участники конференции «Святая Русь» и «Святая Гора Афон. Традиции и современность». Просыпаются сердца российских людей, белорусы просыпаются. Мне кажется, это естественное состояние, когда ребенок тянется к чему-то такому важному, к отцу, к матери. Афон – такое место, которое лично я там всегда чувствую, как что-то очень дорогое и близкое, я не могу это объяснить. Критическая масса проснувшихся людей, она просто сейчас уже другая, поэтому это естественно. Афон занимает свое место как светильник, мы к нему тянемся, это совершенно правильное состояние. И они нуждаются в нас там, как бы, это же тоже вопрос. Вот я говорил о том, что там для греков удивительно, когда наши воскопоставленные люди ведут себя смиренно, например, там на Афоне. Они сейчас в нас нуждаются, как защита там от многих вызовов, которые с ними тоже сталкиваются. Это, ну, естественные отношения, и они, слава Богу, развиваются и идут. Якорь спасения – это Афон, конечно, это святая земля, это вера наша. И якорь спасения существует у каждого народа. Как только якорь спасения исчезает, вера исчезает, происходят страшные вещи. Благодатные последствия усиления связи со святой герой Афон можно увидеть и в нынешнем сплочении обществу перед лицом вызовов. Одним из переломных моментов в жизни современной России, который показал, что россияне живут не хлебом единым, стало принесение пояса Пресвятой Богородицы из Афонского монастыря в Атапет. Помните, что происходило, когда совершенно неожиданно, и мы сами не ожидали этого, когда выстраивались очереди, и первые дни люди стояли по 26 часов для того, чтобы попасть в храм и поклониться мощам. Это вызвало шок, вызвало шок у тех сил, которые уже поставили крест, вообще говоря, на духовном единстве русского народа, на православие, если вы хотите. Это было шоком, на который они не смогли тогда каким-то образом отреагировать. Тогда последовал целый ряд громких антицерковных провокаций. Досталось и Афонитам. Сразу после визита в Россию и Беларусь началась активная фаза травли и судебного преследования игумена в Атапетской обители Архимандрита Ефрема. Мало кто знает, отметил в своем выступлении глава фонда Андрея Первозванного Владимир Айкунин, что на уровне Европарламента принято постановление о том, что существование Афона как монашеской республики противоречит нормам Евросоюза и ситуация должна быть изменена. Возможно, вместе с празднованием великого юбилея, тысячелетия русского монашества на Святой Горе, будет необходимым в очередной раз возвысить голос в защиту того статуса Афона, который не нарушали в течение многих веков и турецкие султаны. Очевидно, что греческое правительство, уже поправшее волю своего народа и глаз церкви, в том числе и в вопросе легализации однополых пар, не собирается защищать Афон как центр православного монашества, значимый для всего христианского мира. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Москва, Святая Гора Афон.